Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! По внешним данным, животные похожи на белку и кролика одновременно. Сначала я думала, что это очень прихотливое такое животное, что нужно какой-то супер уход. То есть он всего боится, и надо как-то потише. Там мы старались, дверь громко не закрывать. Шла громкая глаза, мы его прятали вообще в кладовку. Потому что думали, что он прям, не знаю, умрет или чего. Но в итоге нет. Они обычные животные. Даже за кошками, кажется, больше ухода нужно, чем за ними. Им самая главная свобода, чтобы было больше места, а больше ничего. В течение дня они спят. Они ночные грызуны, поэтому ночью тут вообще невозможно спать на диване, потому что они прям прыгают, бегают, дерут. Ну не дерутся, а так играются. В нашем городе открыт приют для бездомных животных, где любой желающий может выбрать себе маленького или большого друга. Самое главное – помнить о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. Люстокое отношение к животным недопустимо в современном обществе. Ведь братья наши меньшие нуждаются в любви и заботе не меньше нас. Поэтому так важно внимательно следить и ухаживать за своими любимцами. Уделите время своему пушистому другу и порадуйте его новой игрушкой или вкусным лакомством. Настало время поговорить о приметах. На 20 августа люди верили, что если при восходе солнца заря окрасилась в красный цвет, это к дождю. А вот если паук покидает паутину и прячется в укрытие, к ухудшению погоды. А еще говорят, что этот день удачен для всякого рода гаданий. А солнц с 19 на 20 августа вещий. Он исполнится в ближайшее время и принесет вам радость. Также раньше в этот день у крестьян он проходил в трудах и заботах. Они и сеяли, и жали, и про осень вспоминали. С самого утра хозяйки пекли вкусные пироги с малиной. С давних пор известны полезные свойства этой ягоды. Благодаря большому содержанию аскорбиновой кислоты она богата витамином С и обладает бактерицидным и противовоспалительным действием. А за счет пищевых волокон, пектинов и дубильных веществ, содержащихся в ее составе, налаживается работа пищеварительных органов. Также всем известно, что эта ягода в любом виде полезна при простудных заболеваниях. Ну а теперь о погоде. На 20 августа синоптики обещают нам температуру воздуха до плюс 25 градусов днем. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду. Осадков не ожидается, день будет ясным. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Если вы только что к нам присоединились, то напоминаю, что сегодня 20 августа. И нужно отметить, что в целом это благоприятный день. Это хорошее время для построения планов, постановки жизненных целей и приоритетов, повышения интеллектуального уровня. Откуда я все это знаю? Да я просто уже послушала гороскоп на сегодня и предлагаю сделать это и вам. Овны. Вас порадует состояние финансовых дел. Вероятно, неожиданные денежные поступления, которые окажутся кстати. В отношениях с деловыми партнерами будьте готовы пойти на уступки. Они необходимы для продолжения плодотворного сотрудничества. Будет шанс заключить выгодные сделки, и вы его не упустите. Тельцы. День будет удачным для тех, кто занимает активную жизненную позицию, действует энергично и решительно, любит находиться в гуще событий. Вас ожидает захватывающее сражение с конкурентами и очень приятная победа. Возможно, неожиданные перемены к лучшему в сфере финансов в лучшую сторону. Близнецы. Все вокруг вас сегодня будет казаться вам особенно скучным. Вряд ли появятся задачи, которые вас бы заинтересовали. Скорее всего, придется ограничиться привычными делами. Вы неплохо справитесь с ними, но будете мечтать о чем-то большем. Раки. За что бы вы ни брались сегодня, имейте в виду. За вами пристально наблюдают. Если вы допустите ошибку, о них скоро станет известно всем. Будьте готовы вступить в борьбу с конкурентами, отстаивать свою точку зрения, принимать непростые решения и брать на себя ответственность за них. Львы. Вряд ли удастся избежать напряженных моментов. Вероятно, неудачи в работе и решения, о которых позже придется пожалеть. Но серьезных проблем вы сможете избежать, если будете предельно осторожны и внимательны. Трудитесь усердно, будьте аккуратны, старайтесь не допускать ошибок. Девы. День подходит для важных переговоров и обсуждения сложных вопросов. Можно пустить в ход обаяние, едва ли кто-то сможет перед ним устоять. Но помните, сегодня нельзя выбирать союзников, полагаясь на личные симпатии. Интуиция, к сожалению, может подвести вас. Как часто вы посещаете парикмахера? Один раз в месяц или в полгода? А вы когда-нибудь думали о том, что ваши срезанные волосы могут стать материалом для чьего-нибудь творчества? Согласно, звучит так себе, но то, что вы увидите далее, может заставить вас передумать. Некая Светлана Гроздановская из Македонии, которая сама себя называет не только парикмахером, но и художницей, собирает обрезки волос и прямо на полу своего салона выкладывает из них портреты как местных, так и мировых знаменитостей. В основном эти портреты получаются черно-белыми, но иногда художница использует цветы или рыжие волосы, позволяющие ей немного раскрасить свои творения. Конечно, такие картины радуют глаз очень недолго, но мастерица не забывает сфотографировать их и снять на видео, а после выкладывает в социальные сети. Талантливая женщина и сама стала знаменитостью в интернете, ведь многие пользователи с удовольствием любуются ее необычными портретами. А как вам такая идея мастера? По-моему, у нее соблазн отрезать чуть больше, чем просто кончики, намного выше. Так что девочкам с длинными волосами я бы посоветовала быть аккуратнее. Ну а прямо сейчас свежая подборка новостей в нашей рубрике «Дорогие новости». Министерство просвещения рекомендовало школам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в учебных заведениях. Эту инициативу, согласно опросу, родители, дети и учителя поддерживают. 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков. Около трех четверти опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии обучающихся в личных целях, указывает в сообщении на сайте министерства. Также отмечается, что длительное время использование гаджетов ведет к нарушениям психики, гиперактивности и раздражительности. В рекомендациях, в частности, сказано, что ученики и учителя могут переводить телефон в беззвучный режим при входе в школу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже поддержала инициативу ввести в школы запрет на мобильные телефоны, отметив, что так дети будут лучше учиться. Для установки порядка пользования телефонами в учебных заведениях будет создана специальная рабочая группа. Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов призвал совершенствовать стандарты преподавания в школах, чтобы отвлечь учеников от использования на уроках смартфонов. По его мнению, школьники должны быть все время на связи. Депутат полагает, что запрет на мобильные телефоны в школах не окажет позитивного влияния. Роспотребнадзоре уточнили, сколько должен весить школьный рюкзак с учебниками. Кроме того, ведомцы напомнили, из каких материалов должна быть сделана сумка учащегося. Вес рюкзака с учебниками для учеников первых и вторых классов российских школ не должен быть больше 2,2 килограмма. Об этом ТАСС сообщили в Роспотребнадзоре. Из них полтора килограмма занимает массу учебников и школьных принадлежностей, а сам рюкзак не должен быть тяжелее 700 граммов. При этом норма по весу ранца относится к ученикам всех начальных классов. Вес книг и письменных принадлежностей школьников третьих и четвертых классов не должен превышать 2 килограмма. Пятых и шестых классов – 2,5 килограмма. У учеников седьмых и восьмых классов не должен быть не больше 3,5 килограмма, а у старшеклассников не больше 4 килограммов. Масса же рюкзака не должна превышать килограмм. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки, добавили ведомстве. При этом рюкзак должен обладать широкими лямками и достаточной формоустойчивостью, чтобы обеспечить плотное прилегание к спине. Минздрав предложил работодателям вести физкультбрейки с целью снятия напряжения, стресса, снижения утомляемости, а также профилактики производственного травматизма в течение рабочего дня. Речь идет о 10-минутных комплексах упражнений, которые можно подобрать в зависимости от условий работы. Это, к примеру, зарядка, йога или пилатес для офиса. Проводить физкультбрейки рекомендовано по меньшей мере раз в день. Помимо физкультминуток, Минздрав рекомендует создать комнаты психоэмоциональной разгрузки. Такие помещения можно оснастить массажными креслами, капсулами сна, аромалампами и другим оборудованием. Далее в Народном Утре оставшаяся часть гороскопа для остальных шести знаков зодиака. Не переключайтесь. Весы. День будет спокойным и полным событий, но вряд ли хотя бы одно из них окажется важным. Гораздо чаще дело будет идти о пустяках, которым кто-то придаст слишком большое значение. Вы будете часто переживать из-за того, что они заслуживают внимания и огорчаться из-за любых разногласий. Каждый, кто не хочет поддержать вас, может показаться врагом. Скорпионы. День принесет приятные события. Вы дружелюбны, настроены оптимистично, и это делает вас особенно привлекательными. Неудивительно, что многим хочется познакомиться поближе. Вероятно, интересные предложения. Они могут касаться и деловой сферы, и личных отношений, и ваших увлечений. Стрельцы. Непростой и ответственный день. Старайтесь быть предельно осторожными в делах. Даже незначительные ошибки могут иметь неприятные последствия. Возможные трудности при оформлении документов, неблагоприятные для вас решения юридических вопросов, не исключены штрафы. Козероги. Спокойствие и серьезные отношения к делам помогут вам пережить этот день без потрясений. Избегайте суеты, никому не позволяйте торопить вас. Только хорошо обдуманные действия приносят нужные плоды. Близкие чаще обычного обращаются за советами, прислушиваются к вашему мнению. Рыбы. Высок творческий потенциал. Нет недостатка в новых идеях, а с возможностью реализовать их дело обстоит хуже. Не торопитесь. Благоприятный момент для того, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Можно отправиться в поездки вместе с родственниками или старыми друзьями. Измена любимого человека. Какова вероятность, что после примирения этого снова не произойдет в какой-то критический для пары момент жизни? Что делать и как правильно себя вести? Такие мысли способны вывести из колеи любого, кто пережил измену близкого. Сегодня поговорим об этом поподробнее. Измена любимого человека. Это всегда страшное потрясение для его второй половинки. Столкнувшись с подобной ситуацией, человек испытывает гнетущие чувства и невыносимую боль от предательства. Как теперь жить? Можно ли простить измену? Как принять это? Можно ли вообще простить измену? И если да, то сколько на это уйдет времени? Попытаемся разобраться в этом вопросе и узнаем мнение врача-психотерапевта. Стоит ли прощать измену? Измена. Действительно, вопрос не совсем простой. И в каждой паре, в каждой ситуации абсолютно все по-разному. Но, на мой взгляд, с точки зрения, скажем так, человека, который занимается вопросами взаимоотношений, очень, ну, наверное, важно понять для себя, хочу ли я продолжать эти отношения, и хочет ли партнер продолжать то, что у нас выстраивалось какое-то количество времени до того, как произошла измена, ну, или зафиксирован факт измены. И здесь уже нам стоит озадачиваться той историей или теми правилами, которые, ну, наверное, по которым работает, наверное, любая семейная система. Если мы хотим договориться, мы сможем договориться. Если мы уже не хотим договориться, и иногда случается такое, что отношения заходят совсем очень далеко еще до того, как случилась сама измена, то здесь уже, я думаю, что каждый будет выбираться. Ну, на самом деле, всегда есть поле или всегда есть возможность диалога. И кто знает, может быть, это факт измены или предизмены, которые часто бывают в состоянии, да, в виде флирта какой-то половинки из семьи, то может служить таким очень мощным, цементирующим каким-то фактором, который семью не только разрушит, а еще и укрепит, и, может быть, послужит тем, что, ну, сделает ее такой мощной структурой, в которой никогда больше не возникнут вот эти состояния измены и так далее. Очень часто измена может являться неким поводом для того, чтобы прояснить какие-то отношения. Очень часто мы живем и в своей, скажем так, отдельной жизни, в жизни всей семьи иногда по каким-то иллюзиям, о том, что мы каким-то образом взаимодействуем и не понимаем, что происходит. И как раз вот этот факт измены является, знаешь, таким мощным, ну, скажем так, индикатором или мощной ситуацией, когда система начинает разбалтываться, и она начинает стремиться либо к скреплению, я сейчас про семейную систему говорю, либо разрушению. Вот именно в этот момент, он еще называется кризисным, возникает огромное количество, ну, если так можно выразить, ресурсов у каждого человека, я имею в виду, кто состоит в этих отношениях, для того, чтобы прояснить, что до этого было не так, каким образом в дальнейшем выстраивать наш диалог, чтобы подобных случаев, ну, просто-напросто не было. Только откровенный разговор с собой поможет расставить все точки над «и». Нужен ли вам этот человек? Почему так случилось? Какие события предшествовали измене? Только вы сами сможете принять решение и понять, как жить дальше. Технологии не стоят на месте, мир изобретений и открытий поражает наше воображение, роботы заменяют ручной труд, а современные гаджеты делают нашу жизнь комфортнее и разнообразнее. Прямо сейчас в «Народном утре» наша постоянная рубрика о новых и полезных изобретениях. Свежую подборку для вас собрал мой коллега. Передаю слово Артему Комарову. Доброго утра! Вы когда-нибудь задумывались, скажем, о том, чтобы можно было чувствовать музыку из наушников телом, ну, как на концерте? Или хотели бы вы лучше ощущать своего домашнего любимца? Или, скажем, перекрасить хотя бы свой телефон в тот цвет, который вам понравился, когда вы увидели его, прогуливаясь по городу? Ну, если да, то следующая подборка гаджетов специально для вас. Погнали! Я думаю, многие из тех, кто сейчас смотрит на экран, хоть раз видели в фильмах, ну, или хотя бы имеют представление о костюмах, которые помогают нашему настоящему телу ощущать воздействие виртуальной среды. Если объяснять на примерах, скажем, то во время взрыва на экране телевизора или компьютера можно ощутить давление или толчок на своем теле. Так сказать, погрузиться в процесс. Так вот, Вуджер — это устройство, которое позволит вам чувствовать звук. Новая серия является усовершенствованием запатентованной компании технологии. Она повышает уровень иммерсивности, ну, то есть погружения, независимо от того, играете ли вы в игры в виртуальной реальности или просто слушаете музыку. Устройство представляет собой жилет для использования дома и ремень, так сказать, дорожный вариант. Его вес около 2 килограмм, подходит для людей с разным телосложением. Оно оснащено шестью бесшумными датчиками, расположенными симметрично. Два по бокам, два сзади и два спереди. И содержит перезаряжаемую литий-ионную батарею, которая рассчитана примерно на 8 часов работы. Время автономной работы зависит от того, какой уровень силы, частоты и мощности эффектов установит пользователь. А теперь давайте попробуем почувствовать нашего четвероногого друга. Владельцы собак часто используют умные ошейники для своих питомцев. В основном это обычные радиометки, передающие координаты местоположения животного на мобильные устройства владельца. Но есть и более умные устройства, способные существенно упростить владельцам собак жизнь. Таким устройством является, например, миниатюрный умный ошейник для собак ВУФ. Его цель – это качественный уход и тренировка домашнего питомца. Устройство прикрепляется к любому типу ошейника, после чего нужно провести процедуру сопряжения ошейника с телефоном или планшетом. Его приложения позволяют быстро узнать, где находятся животные, а также дать команду в удаленном режиме, если что-то идет не так. Например, если пес громко лает на улице, мешая соседям, можно просто дать ему команду прямо из квартиры. Пес ее услышит и, если хорошо воспитан владельцем, лаять перестанет. Кроме того, ошейник не даст животному потеряться, так как в устройстве есть модуль GPS, благодаря которому владелец всегда знает, где находится его животное. ВУФ полностью безопасен для животного. В нем используются модули связи, которые устанавливаются в популярных мобильных устройствах. Поэтому такие технологии многократно проверены. Также разработчики создали укрепленный корпус ошейника, который может выдержать практически любые нагрузки. С ним собака без проблем может плавать, валяться в грязи и купаться в ванной. Вода системе не повредит. NYX Pro 2 Color Sensor. Карманный сканер цвета. Портативное устройство, которое может почувствовать, а точнее отсканировать цвет на любой поверхности и предоставить точную информацию о нем в специальном мобильном приложении, а также предложить подходящую палитру. Этот гаджет — отличный помощник для художников, дизайнеров, маляров и не только. NYX Pro 2 Color Sensor — устройство-датчик, который блокирует окружающий свет и использует собственный источник освещения для максимально точного сканирования цвета. Вся информация передается по Bluetooth на смартфон или планшет и отображается в специальном мобильном приложении в практически любом цифровом формате. Датчик NYX Pro сканирует окрашенные стены, пластмассовые изделия, ткани, кожу, да что угодно. Отсканированные образцы через приложение можно сравнивать, сорганизовывать в отдельные палитры и делиться с друзьями в сети. Также предлагается загрузить свою собственную палитру для сопоставления и подбора подходящих оттенков. Есть возможность быстро импортировать отсканированные цвета в Photoshop или Illustrator, скажем. Сканер цвета работает от встроенной заряжаемой батареи. Одного заряда хватает на 3000 сканирований. В режиме ожидания гаджет может функционировать до 6 месяцев без подзарядки. Странный мы все же люди предмет. Вроде бы чувствуем, а вроде и нет. Но на радость нам есть гаджеты, которые нам во всем помогут. А с вами был Артем Комаров. Пока! Команда Народного телевидения Мордовии каждый день готовит для вас, дорогие зрители, много интересных и полезных программ, рассчитанных на разные предпочтения и возраст. Национальные вещания на канале НТН также набирают обороты. Каждый вторник в 20.10 смотрите программы на макшанском и эрзенском языках. В них наши корреспонденты рассказывают о самых значимых событиях в жизни Мордвы, об интересных людях и традициях. Каждый вторник после вечернего выпуска новостей в эфире Народного телевидения Мордовии смотрите национальные программы «Эрзенвал» и «Мокшенвал». Передачи будут выходить поочередно на эрзенском и макшанском языках. В центре внимания культура и быт мордовского народа. Значимые мероприятия, проходящие в Мордовии и регионах с компактным проживанием мордовской диаспоры. Люди, которые посвятили свою жизнь изучению традиций и обрядов Мордвы. Фольклорные коллективы «Народные мастера». Актеры Национального драматического театра познакомят вас с миром волшебной мордовской сказки. Каждый вторник после национальных передач «Мокшенвал» и «Эрзенвал» в эфире Народного телевидения Мордовии смотрите программу «Волшебный мир мордовской сказки». Народные сказки о животных, волшебные и бытовые сказки читают для вас актеры Мордовского национального драматического театра. А учителя Мокшанского и «Эрзенского языков» постараются помочь всем желающим, если не выучить, то хотя бы научиться понимать мордовскую речь. Не пропустите программу «Национального вещания» на НТМ и внимательно следите за нашим эфиром. Ну что ж, на сегодня это все. Это утро с вами провела бодрая Марина Василевская в эфире программы «Народное утро». И помните, если вам есть чем поделиться с Республикой, то звоните и пишите. Мы все обязательно покажем и расскажем. Хорошего вам вторника и до нового доброго утра на НТМ. Редактор субтитров А.Семкин